Ребята, он говорит, док Умара водил за нас все наши спецслужбы столько лет в этом лесу, в чеченском лесу, они не могли его найти. Он дает ему должное, его опыту. А вот российский генерал Кадыров, предатель, который, по идее, из нашего же народа, гораздо сдержаннее, который должен был высказаться, пусть даже не респектовать, но хотя бы сдержаннее высказаться. Он называет его крысой и говорит, что он там не был воином. Ну что, предположим, Кадыров остал против России, за Ичкерию пойдешь воевать с ним, оба против мощной России. Нет, Ренат, никогда не пойду. Он никогда и не восстанет против России, но даже если бы он что-то подобное сделал, я бы с ним никуда не пошел. Предавший раз, предаст еще раз. Тут на днях Сладков брал интервью у полковника ФСБ России, героя России, ветерана Российско-Чеченской войны, Второй Российско-Чеченской войны, Александр Копылов, его фамилия. И меня заинтересовало, я полностью посмотрел все это интервью, было интересно реально. И я выложил у себя в телеграм-канале небольшую вырезку, я хочу эту вырезку вам здесь тоже показать. Посмотрите, как этот человек отзывается о наших воинах, о нашем сопротивлении и непосредственно о доке о морали. Я заканчивал лесотехнический институт. А факультет какой? Лесное хозяйство. И встречаясь со своими однокурсниками, Саня, ну где ты работаешь? Я говорю, я до сих пор по профилю в лесу. У меня была такая вот дежурная шутка. Но тем не менее, это все так. Я лес люблю, в лесу себя чувствую и вообще на дикой природе, как дома. И пытался научить это своих ребят. Соответственно, очень много учился у самих этих самых боевиков. У меня было несколько возможностей пообщаться. То есть я работал там с агентами. И мне было интересно с ними общаться, как они, что. И в принципе я понимал, что они мыслят точно так же, как я. Я очень дорого бы отдал, чтобы встретиться и поговорить с Доком Умаровым. Потому что Док Умаров, столько лет он водил за нас федеральные войска, федеральные силы. И величайший опыт был. К сожалению, не получилось этого. Но я думаю, нам бы было о чем поговорить. И было бы очень полезно. То есть уважением, мол, высказываешься о противнике? Естественно. Люди, которые... Там идеологическая надстройка это одно. Я не то, что ни в коем. Я вообще категорически не принимаю этого всего. А вот именно с точки зрения выживания я очень уважительно о них отзываюсь. Потому что мне вот интересно эти люди, с ними пообщаться. Потому что этот опыт дорогого стоит. И его можно использовать в работе. Вот так с уважением о Доке Умарове и в целом о воинах нашего сопротивления высказывается наш враг, полковник ФСБ и герой России Александр Коплов. Но в то же время другой герой России, генерал-майор МВД Рамзан Кадыров, более известный в народе как Люля Кафыров. Как же он отзывался о Доке Умарове? В 2014 году он опубликовал фотографию мертвого Доке Умарова, подготовленного к захоронению. И написал пост к этой фотографии. Я ранее заявил, что Доке Умаров уничтожен в ходе проведения спецопераций. Но представители различных силовых ведомств и СМИ поспешили поставить эту информацию под сомнение. Они говорили, что нет трупа. У нас же имелись неопровержимые доказательства его уничтожения. Позже факт смерти был официально признан. Теперь же для тех, кто хотел бы верить в то, что эта крыса еще жива, мы можем показать ее после смерти. Написал тогда Гадыров. Написал, что он нашел свое пристанище там, где искал. И далее, внимание. Умаров никогда не был воином, написал Гадыров. Он был специалистом по взятию на себя всего, что происходило в мире. В этом он превзошел и Салмана Радуева. Удивительно, какая разница между реальным, где проходит эта грань разницы между врагом и предателем. Дело в том, что среди врагов есть те, кого можно уважать, ненавидеть, но уважать. То есть ты можешь с ним враждовать, при этом относиться к нему с уважением, к его опыту, к знаниям, к достоинству, к смелости, храбрости. Но при этом ты его ненавидишь все равно, так как он твой враг. Вы с ним сражаетесь, вы убиваете друг друга. Ненависть к нему присутствует, но эта ненависть, она идет параллельно с уважением. Ты не приемлешь его убеждения, как вот сказал Коплов, надстройка. Ты это не приемлешь. Но какие-то качества, достойные качества, которые есть в твоем враге, ты их уважаешь. И среди них же есть и те, кого ты не уважаешь. Отвратительные представители среди врагов тоже есть. Как, например, посмотрите, вот, допустим, вот этого Коплова, как он разговаривает, как он отзывается о наших воинах. И вспомните, как, например, отзывался Шаманов, когда наши амиры, наши генералы пошли вперед по минному полю, вперед своих воинов и вперед военнопленных российских. Когда они жертвовали своими жизнями и своими конечностями, подрываясь на минах. Об этом Шаманов сказал, что они не только оказались баранами, но еще и козлами, мол, побежали вперед своих солдат. Он даже своим омерзительным вот этим мозгом, мозгом ничтожества, он даже не понял то, что там произошло. Он даже, он и не мог это понять, ему это не дано. Он не представляет себе, каково это, пойти вперед со своих солдат по минному полю. Он этого не знает. Так как это чисто такой штабной генерал, который сидит постоянно где-то в штабе и оттуда отдает команду, отправляет российских солдат насмерть. Это совершенно другой уровень. Поэтому он даже не понял то, что тогда произошло при выходе из Грозного. То есть враги, вот среди них может быть две вот этих категории. А среди предателей не может быть, там только одна. Там вот эти люди, такие как Кадыров. Смотрите, как он разговаривает. Ведь если так подумать, хотя бы чисто из каких-то даже националистических убеждений, хотя бы понимая, что это человек из твоего народа, он не должен был так говорить. Он должен был более как-то сдержаннее высказываться, как-то нейтрально. Но нет, именно этот всячески их поливает, ставит под сомнение боевой опыт Умарова. Хотя этот ни одну ночь не провел в лесу. Ни в одном боестолкновении с Умаровым этот человек не был. Вот тот, кто это написал, я говорю про Рамзана Кадырова. А тот был, тот неделями в лесу находился, участвовал в этих спецоперациях, в боестолкновениях. Убивал и гибли люди, подчиненные ему. То есть этот оценивает их по достоинству. Он говорит, что это очень опытные ребята. Он говорит, док Умаров водил за нас все наши спецслужбы столько лет в этом лесу, в чеченском лесу. Они не могли его найти. Он дает ему должное, его опыту. А вот российский генерал Кадыров, предатель, который, по идее, из нашего же народа, гораздо сдержаннее, который должен был высказаться, пусть даже не респектовать, но хотя бы сдержаннее высказаться. Он называет его крысой и говорит, что он там не был воином. Это еще раз напоминание о том, что среди предателей не может быть вот человека, которого можно было бы уважать. Не может быть ни его опыт, ничего. Невозможно этого человека уважать. И от него ждать какого-то достойного разговора, какого-то отношения, от него ждать тоже не приходится. Это предатель. Это вот самое низшее, что может быть. Поэтому он таким образом высказывается. А про Сладкова что скажешь? Скажу то же самое. Сладков, он как военный корреспондент, его тоже можно воспринимать как вражеского журналиста. Это как бы человек с той стороны. Но несмотря на это, вы можете заметить, что Сладков, например, когда рассказывает про Хамзата Гилаева, посмотрите, как он отдает должное Хамзат. Он показывает его путь, как он проделывал, отдает должное его опыту. Возвращаясь к этим моментам, вы очень легко можете посмотреть эту разницу между предателями и врагами. Враги, и мы можем их относиться к ним с уважением, чему-то у них даже учиться, каким-то боевым фишкам, которые они используют. И они могут точно так же в ответ учиться у нас, относиться с уважением друг к другу. И так было всегда. Посмотрите там, значит, войну Салахуддина аль-Айуби, когда, кто там ему противостоял, сейчас не помню, этот король с проказой, когда у него там что-то с конем случилось, то ли он заболел, умер, то ли он сломал ноги, не помню, что это было. Салахуддина аль-Айуби дал, подарил ему коня или даже нескольких коней, я не помню. То есть такие бывают, хоть враги друг с другом сражаются, но при этом какие-то бывают, даже друг его презенты делают. То есть это такое отношение к врагу, достойное отношение к врагу. Оно может быть, и это нормально. Но с предателями никогда такого не бывает. И быть не может. И это ненормально, если такое происходит с предателем. Это ненормально. А ты видел интервью Хасбулатова, где он говорит, что Дудаев был прислан Кремлем и ждал команды оттуда? Что думаешь об этом? Куда он был прислан Кремлем? В Чечню? Нет, я не слышал, что там говорил Хасбулатов. Я единственное одно его высказывание слышал, где он высказался. В очень таком неподобающем ключе оттуда он высказался. И это вот как раз свойство именно предателей. Они так разговаривают. Это тоже вот как раз отсылка к той истории с врагами. Враги могут высказываться достойно. Именно предатели из числа нашего народа, они всегда позволяют себе вот такие высказывания. Как он сказал. Джахар показал своей жизнью и своей смертью, насколько он был достойный человек. И те, кто не смогли вот так вот показать свое достоинство, которые сейчас остарились, просто доживают остатки своей жалкой жизни, они могут только сейчас говорить какие-то обидные слова в его адрес, но они кого они обижают? Они только сами себя обижают. Мнение о Джахаре Дайве они не изменят этими словами. Что касается того, что он был заслан, Джахар, как он мог быть заслан, если он вообще у нас появился во время Всенародного съезда, Ченского народного съезда? Он приехал туда в качестве гостя. Он не был даже организатором этого съезда. Приехал в качестве гостя, как видный человек из нашего народа, генерал-майор. И разумеется, ему дали там слово, он выступил. И вот эта его речь, она покорила людей. Присланные люди, они не так появляются. Понимаете, присланный человек, это вот Кадыров, он присланный человек, назначенный Кремлем. А Джахар, он был, нет, это не присланный. Это был как раз-таки приглашенный чеченцами. Многие сегодня забывают, или не знают просто этой истории. Этот съезд, он организовывался действующей властью на тот момент, советской властью. Док Казавгаев, в лице председателя этого совета. Они это организовали. То есть депутаты, избранные до этого народом, они организовывают этот съезд, и на этом съезде выступает Джахар. И все, выступает и уезжает обратно. Он не становится даже в тот момент лидером. Лидером этого нашего движения освободительного он станет уже позже, когда док Казавгаев даст заднюю, как говорится. Не сможет сказать Ельцину, что он не будет подписывать с ним федеративный договор. Вот тогда Джахар станет его, опять-таки изберут, лидером этого нашего движения Общеназнанного Конгресса. На тот момент, только член. Поэтому, ну, говорить сегодня можно, конечно, разные вещи, пытаться там какой-то заговор найти. Причем об этом говорят, говорит тот же Кадыров, говорит, что это он был прислан. Но именно Кадыров на тот момент был в восторге от Джахара. Ну, по крайней мере, видимость он такую создавал. Он тогда почему-то об этом не говорил, что он заслан и что он плохой. Почему-то тогда, когда мы воевали, он говорил, что все в руках Аллаха, говорит, что мы там не победим, Россия мощная, это нельзя. Такие люди неверующие, он говорил. Это неверие в силу Аллаха сказать, что мы не можем победить. Тогда он говорил такие вещи. А как только стал российским чиновником, стал рассуждать про образование, те, кто там учились в школе, мало-мальски говорят географию, знают, они же видят, тут какая мощная большая страна Россия. Ее, типа, а как ее может победить Чечня? Человек поменялся. А Дудаев он не менялся. Дудаев он таким был, таким и ушел. И ушел очень достойно. Да помиловать его сегодня. Например, никто не перешел бы на сторону России, и разве был шанс победить такую мощную военную машину? Так победили же Гориков. В 96-м победили эту мощную военную машину и заставили ее, подписав Касавюртовский соглашение, покинуть нашу территорию. Этот полковник не знает, что Люля напугал 1500 человек, чтобы опыт брать Баараса. Да, видимо, не знает. Ну что, предположим, Кадыров остал против России, за Ичкерию пойдешь, воевая с ним оба против мощной России. Нет, Ренат, никогда не пойду. Он никогда не восстанет против России. Но даже если бы он что-то подобное сделал, я бы с ним никуда не пошел. Предавший раз, предаст еще раз. Субтитры создавал DimaTorzok